Ребята, всем привет! 14 ноября. Суббота. Сегодня я поел чай, выпил чай несладкий, съел несколько маленьких сухариков и сейчас небольшой салат с яйцом и с огурцом. Ну, плюс опять же майонез там есть. Вот, и сейчас съем еще рис с котлетой. Опять же, почему я так питаюсь, пока я сейчас расскажу быстренько. Дело в том, что все это время я питался где-то, вот можете меня посмотреть, как я выгляжу, потом, может быть, покажу, как я питался. Преимущественно последние, наверное, несколько месяцев, а то и, ну, может быть, как раз с начала года, наверное, с января, а мое питание резко изменилось. Связано это было с определенной работой с деятельностью, вот, сидячий образ жизни, много-много работы. Соответственно, времени на еду было очень мало, приходилось есть там, где попадалось, и как-то запустил себя и пошло-поехало, преимущественно одни фастфуды, макдональдсы, ночная еда, то есть практически здоровой еды я не ел, ну, как ел, конечно, там частично, но очень-очень мало, то есть практически все это, наверное, в 90% случаев был Макдональдс, всякие фастфуды вроде KFC, Бургер Кинга, ну, там всякие пиццы и шмидцы и все остальное. Плюс был, конечно, определенный алкоголь и много сладкого. Сладкого было очень много, то есть каждый день я стабильно съедал по одной шоколадке, наверное, может быть, там плюс-минус. Вот, и могу сказать, что, и могу сказать, что, в принципе, это привело к своим результатам негативным, естественно, я примерно со 100 килограмм прибавил порядка 25, может быть, 30 килограмм. Собственно, это за год, за год, конечно, это большой, даже меньше года, 10 месяцев, наверное, возьмем так, то, что я стал замечать, что очень много вешал уже, наверное, в конце лета, я стал не влезать во все свои джинсы, футболки и прочее. Конечно, взвешивался я мало, как бы, ну, как-то так чисто. Вот, но могу сказать, что прибавил сильно и надо что-то с этим делать. Собственно, сейчас я стараюсь есть там максимум два раза в день, но вот вчера в первый день немножечко тоже я позволил, наверное, себе лишнего вечером. Вечером это, наверное, часов 11 вечера. Я съел еще небольшой салат и купил себе, опять же, да, вот все-все такие косяки, наверное, тоже буду рассказывать. Купил себе ролл с тунцом в Subway. Ну, Glow Saps называется у нас, но не важно. Вот, и, соответственно, могу сказать, что, могу сказать, что я думаю, что это было лишнее, и я даже это почувствовал, то, что, знаете, когда, ну, немного пинаешься, появляется какая-то легкость, буквально сразу же там в первый-второй день, если, конечно, говорить о небольшом питании, а не о голодании, конечно, да. Вот, воды побольше пить и, наверное, отказаться от сладкого. Опять же, я хочу сказать то, что Макдональдс, фастфуд и прочая-прочая-прочая тема для меня сейчас закрыта, но за исключением одного случая. Это мой второй канал, где я со своим другом пробую определенную фастфуд еду, но там же сейчас я буду это снимать в максимально коротком виде, то есть один укус, максимум два и не более того, дабы не нарушить свою диету, потому что скинуть действительно хочется и нужно, потому что стало тяжело. Вот, по поводу, хочу сказать, по поводу, кстати, роллов, опять же, да, небольшой совет, может быть, кому-то пригодится. Я сейчас, ой, вернее, не сейчас, я могу сказать то, что вот эти все роллы, там, да, сабы во всех этих местах, это, в принципе, может быть, относительно полезная, как бы, ну, относительная еда, то есть может быть чуть получше, чем Макдональдс, да, но, тем не менее, хлеб достаточно калорийный, и самое калорийное, что там есть, это соусы, ребят, то есть соусы, и сразу скажу, если кто не знал, может быть, там, мало ли, там, для кого-то сайт открытия, или кто-то мне будет благодарен, соусы очень калорийные, а много людей в Subway, в Glow Sauce, вот эти вот все темы, там можно добавить три соуса, и почти все добавляют сразу три, и пофигу. Я добавил два, и, конечно, это лишнее, вот. То есть, если вы, у вас какой-то определенный режим, и вообще вы не хотите много калорий, в общем, лучше соусы все эти не есть. Не обращать внимание на всю эту обстановку, я у родителей дома, это моя комната, где я раньше жил, сейчас я здесь живу, иногда лишь подхожу сюда, наверное, вот на фоне, на фоне этого всего было нормально. Вот, могу сказать то, что буду дальше рассказывать, может быть, какие-то интересные вещи по поводу похудения. На данный момент я планирую пока сбросить килограмм пять благодаря такому режиму, более-менее просто закрадить сладкое, фастфуд и все остальное, чуть позже начну. Активность, спорт, пробежки, всякие проходы, я не знаю, как это сказать лучше. Вот, и давайте, наверное, после этого видео я сейчас несколько фотографий, как я обещал в своем первом видео, добавлю. Посмотрите, как я выглядел тогда, как я выглядел, когда худел, и как я выгляжу сейчас, в принципе, ну, можно, в принципе, и так посмотреть. Не сказать то, что я большой, но, тем не менее, почти 130 килограммов мне есть живого веса. На данный момент мой уровень сбросить порядка, порядка, наверное, 25-30 килограммов. За какой период, не знаю, но, может быть, примерно, может быть, месяца 4-5, полгода, плюс-минус. Вот, спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, кому-то это было интересно. И я думаю, что дальше будет лучше, больше и качественнее, чем сейчас каждый день видеодневник худеющего человека. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok